Один из вопросов инвест-часа сегодня создание в Щелкове ни много ни мало круглогодичного курорта. С одобрением администрации городского округа у нас может быть построен Центр здоровья и отдыха Щелковские термы. Проект действительно вызывает интерес. Подобного в Щелкове не было. Многофункциональный комплекс предполагается построить на улице Советской в районе налоговой инспекции. Двухэтажное здание с цокольным этажом, где разместятся несколько саун, бассейны для взрослых и детей, лечебной грязи. Техническое решение – эксплуатируемая кровля с размещением на ней котельной. Рядом тот самый курортный объект. Открытый бассейн с лежаками. Это действительно будет примерно как на курорте в летний сезон, а в зимний сезон, естественно, на лежаках не полежишь. Там будут предусмотрены кедровые бочки, в которых человек, если покупался в теплой воде, 35-36 градусов вода будет в бассейне открытым. И может повредиться в кедровых бочках. Подобные комплексы уже построены в городах Ижевск и Водкинск. В Щелкове заканчивается разработка проекта. Получены техусловия на ресурсоснабжение. Проработана транспортная и пешеходная логистика. Проект «Щелковские термы» предусматривает 210 миллионов инвестиций и порядка 10 миллионов ежегодных поступлений в бюджет. Важно отметить, что партнером выступает щелковская фирма «Аквасектор», работу которой и проект по расширению мощностей также рассматривали на одном из предыдущих инвестчасов. Тогда же и была достигнута предварительная договоренность о производстве оборудования для щелковских терм. Ввиду отсутствия плавательных бассейна у нас в городском оборудовании Щелково, я думаю, что он будет очень востребован. И если вы форсируете строительство, это будет предпочтительно для всех людей, которые хотят в городе. Предложенный проект отвечает самым высшим европейским стандартам, именно качеству организации. Поэтому мы окажем всестороннюю помощь и поддержку для того, чтобы этот проект, как можно скорее, был предварен в жизнь. В рамках инвестчаса также рассмотрели предпроектное предложение по строительству гостиницы Чкаловской. Отсутствие гостиниц – известная болевая точка округа. Данный проект ориентируется на чкаловских военных. В частности, в местных частях служат до тысячи солдат-срочников, а приезжающим к ним родителям остановиться негде. На первом этаже планируется столовая и магазин. Второй и третий этаж подразумеваются для размещения 40 номеров, 4 и 2 местных и 1 номер плюс. Дуальные номера до 15 квадратных метров абсолютно остановны. Я думаю, что мы все принимаем и будем помогать в решении этого инвестиционного предварения жизни проекта. Планируемый объем инвестиций в строительство гостиницы Чкаловская – 25 миллионов рублей. Количество рабочих мест – 40. Интересно, что проект будет иметь и просветительскую функцию. Они берут на себя еще и определенный социальный блок. При этом комплексе будет еще музей Чкалова. То есть люди, которые приедут проведать своих детей – это перелетные составы, офицерского состава военно-космических сил. Они будут еще иметь возможность соприкоснуться с историей нашего Щелковского края. Одобрение властей получено, поддержка обещана. Теперь дело за самими застройщиками – притворить свои проекты в жизнь. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».